Заветный баян Пётр Степанович достаёт крайне редко. Но в день всех влюблённых он не забывает о семейных традициях и обязательно исполняет для своей Любы какую-нибудь композицию. Этот музыкальный инструмент пенсионер хранит почти 60 лет. Из них более 50 баян помогает влюблённому мужчине выражать свои чувства. История любви семьи Паршиных началась больше полувека назад. Познакомились они на танцплощадке. И сразу же каждый из них понял – вот она, моя вторая половинка. Он как встал около меня, он больше уже не отошёл. И я поняла, что этот человек именно мой. Красивый, кудрявый, шевелюра такая. После трёх лет конфет на букетных отношениях Любовь Петровна и Пётр Степанович решили пожениться. И до сих пор супруги с улыбкой на лице вспоминают день свадьбы. А точнее – целых три дня. Вот за эти три дня, я не знаю, сколько раз они делали пешком с мочища до сахарного завода. Такое путешествие. Когда зять мой где-то нашёл рог коровий, обчистил его и наливали туда водку или там чего, и всех всю дорогу оттуда и туда угощали. Паршины не сидят на месте. Очень любят путешествовать, собирать грибы и рыбачить. Раньше Пётр Степанович увлекался фотосъёмкой. Поэтому в их семейном архиве очень много фотографий, которые и по сей день напоминают о молодых годах. Мы старались, чтобы так, чтобы у нас отпуска были в одно и то же время. Мы брали путёвки туристические и ездили. Мы проехали и на Украине были, и на Чёрном море были, и на Иссыкуле были дважды, в Москве были. Короче, не сидели дома. Сейчас у Паршиных большая и дружная семья. Дочь, сын, четверо внуков, внучка и правнучка. В прошлом году они отметили золотой юбилей. Как нам рассказали супруги, главный секрет их семейного счастья – уважение друг к другу, взаимопонимание и, конечно же, поддержка в трудные минуты жизни. Кристина Мелехова, Андрей Сегаев, Будни.